День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Всем здравствуйте. И вот в последнее время очень становятся популярными. Я смотрю, много появляется книг, особенно их издают в России, где такие крыведы, энтузиасты, которые проводят экскурсии по городам, рассказывают историю интересных зданий, каких-то архитектурных сооружений. Даже подъезд. Даже у нас в эфире был из Санкт-Петербурга очень интересный такой крывед, который рассказывал о парадных, питерских парадных. И буквально там невероятная история. Вот здесь, отсюда ушел в последний раз из дома Григорий Распутин, отсюда какие-то еще вещи. И вот ходишь, когда по нашему городу думаешь, боже мой, ведь когда-то Рига была после Санкт-Петербурга и Москвы. Это был третий крупнейший центр промышленной вообще Российской империи. И бурное совершенно было строительство в начале века. И совершенно удивительные, потрясающие, шедевральные здания в стиле модерн. Вот почему не находятся таких энтузиастов, которые могли бы рассказать про собрать интересные материалы? Вот находятся, есть и в нашем городе такие люди. Алексей Беньковский, кровет-энтузиаст, любитель истории, хитерктуры, агент по недвижимости, поражает своими публикациями в социальных сетях, как правило, на Фейсбуке, в сторис выкладывает замечательные же фотографии. Я тоже обратил, поймал себя на мысли, что когда год назад начал ходить на работу пешком, на радиобалком, я стал смотреть на дома совершенно по-другому. У меня появилось время оглядываться по сторонам, и столько замечательных детей. Детей, у нас много замечательных детей. Оговорочка только что про школу шла речь. Так вот, Алексей идёт дальше и глубже. Репортажи из подъездов. Совершенно великолепные детали архитектуры, какие-то плитки, какие-то кованые решётки. Алексей, рассказывайте дальше вы, а то мы это... Still the show у нас здесь получается такой. Когда вы начали обращать на это внимание, почему вам это интересно, почему вам кажется важным то, что вы видите? Ну, я вот сейчас начали рассказывать. На самом деле, упомянули много таких, мне кажется, довольно типичных этапов развития, скажем, интересных этому. То есть вначале люди просто... У них появляется время иногда поднять голову, когда они идут по делам своим, на работу или ещё куда-нибудь. И вдруг удивляются, что вот как же я ходил здесь много лет, а никогда не обращал внимания какой-то красивый дом. Вот, я вырос в центре Риги и много, как сказать, гулял. И когда-то у меня тоже появилось желание поднять голову. Плюс я интересовался всегда историей. И в какой-то момент, конечно, это всё как-то связалось. И потому что, как, опять же, вы упомянули, история Риги, особенно в начале 20 века, весьма внушительная и интересная. Также история архитектуры Риги напрямую связана с историей просто, с эпохой модерна и так далее. Вот. У меня... Я веду Инстаграм достаточно давно, но в основном это было для знакомых, для друзей. Я как-то никогда не пытался там его продвигать или что-то такое. Вот. А в какой-то момент я понял, что... Заметил, что многим людям интересно какие-то детали узнавать. И когда я понял, что я могу обратить на это внимание, и людям это интересно, это вдохновило меня, чтобы более, может быть, детально и больше уделять этому внимания. Вот. Откуда вы берёте, во-первых, информацию, куда пойти, какие интересные адреса найти, и вот что рассказать об этом адресе, вот где вы ищете информацию? Ну да, потому что, ну хорошо, заходишь там по делам или по личному делу в какой-то подъезд, видишь старинный лифт, ну и как бы лифт старинный, хорошо, прикольно. Или какие-то детали там, плитка разрисованная, ну да, ну красиво. А дальше вот действительно откуда информация? Как её можно взять? Где она доступна вообще? Ну, здесь такой момент, что как только ты начинаешь углубляться в какую-то тему, вы наверняка сами с этим сталкивались, это неважно, о чём идёт речь. Открываются совершенно новые, как бы, глубины и, ну, скажем так, слои какой-то информации, и если тебе интересно, ты пытаешься найти что-то ещё, ещё, ещё. Я тоже архитектурой начал увлекаться позже, чем, как бы, в целом историей, и поэтому я прочитал кое-какие книги, купил кое-какие книги, и всё, сейчас это стало моим увлечением, потому что их достаточно много. И интернет, конечно, там можно много, вы знаете, есть специализированные сайты, есть краеведческие сайты, есть хороший краеведческий сайт Ориди, ну, это, скорее, форум даже такой очень древний и сложно воспринимаемый, скажем так, для постороннего человека, там очень надо много информации перекопать иногда. Ну, я бы сказал так, в целом, если когда-то интересуешься эпохой, эпохой модерна в искусстве, в архитектуре в частности, то, ну, как бы, уже есть информация кое-какая. А насчёт того, как выбирать, куда зайти, здесь у меня такого нету. Я просто много, я просто люблю гулять по городу, и иногда по делам, иногда просто, так сказать, без цели. И когда у меня есть цель зайти куда-то, я просто смотрю по сторонам, и иногда двери, так сказать, открываются, я сюда не применую, туда выскочить. Иногда сам удивляюсь, что я здесь ходил много раз, никогда даже не догадывался, что в этом конкретном доме, в каком-то, в принципе, довольно, ну, так, обычном, на первый взгляд, может быть, такая парадная, красивая. — На данный момент самое яркое впечатление, что больше всего поразило? Ну, прям вот первое, 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 что приходит на ОМАС, первая ассоциация. — Ну, вот один из моих последних постов про дом на улице Крышнебарена и углубе Крышнебарена. Я когда туда попал, куда два назад, наверное, первые три, я тогда только как-то начинал вот именно концентрироваться, и появился мне интерес заходить, ну, в лестницу, в парадную, и я случайно заскочил туда и был просто поражен вообще. Тогда, наверное, такого я не видел в Редичи. Я видел какие-то, да, там, лестницы обшарпанные, там, может быть, где-то отремонтированные, но вот именно в такой сохранности и такого вообще уровня эстетической красоты я не встречал. И, наверное, тогда был один из таких, может быть, каких-то важных моментов для меня самого, когда я понял, что это целое, что должно быть, значит, еще. Если здесь, то и должно быть еще. И я как бы стал более концентрироваться на этом. — Насколько создает проблему то, что большинство подъездов, парадных, они закрыты? И сейчас, в принципе, если раньше как-то можно было свободнее путешествовать по городу, сейчас предпочитают закрывать. — Да, в основном все закрыто. И это, конечно, самый популярный вопрос от моих подписчиков в Инстаграме. Как правило, как туда попасть. — Идите в агенты по недвижимости, и все двери вам будут открыты. — Ну, нет, я бы хотел, чтобы это было так, но, к сожалению, нет. То есть, возможно, когда-то где-то кто-то мне может что-то подсказать. Или я сам вижу, что люди как-то связаны с каким-то зданием, я могу спросить, как его попасть. Но, скажу честно, большинство домов, в которые я захожу, это я такой же пешеход и прохожий, как и все. Просто если у тебя есть цель и желание, то, я думаю, можно попасть. Я имею в виду никаких потайных или, не дай бог, незаконных. Я не предпринимаю. Просто иногда, ну как, если есть жилой дом, то туда люди заходят и выходят. Как минимум, это может помочь. — Были какие-то ситуации такие сомнительные, да, когда вы ждете, пока откроется дверь, пытаетесь проникнуть, у вас спрашивают, куда? Это мне только посмотреть. — Да-да, конечно, бывало. Причем, ну, тут надо тоже чувствовать, да, момент, как бы. Есть иногда, что люди прям так, оп-оп, и нет. Ты за ними хочешь зайти, они как бы так поворачиваются, двери нет, ну и как бы дают понять, что... Или спрашивают там, куда, и так далее. Была одна ситуация, я шел на улицу Чака, и я просто увидел в окно, ну, там, в двери стекла, и я увидел, что там очень красивая плитка. Я просто обожаю флагскую плитку. Именно, как можно сказать, коллекционирую, фотографирую и стараюсь сюда, ну, фотографировать, если я увижу какую-то новую лестницу. И я увидел через окно просто какую-то невероятно красивую плитку. И я же реально ждал, там, минут, не знаю, 15 стоял, и пока кто-нибудь выйдет или зайдет. И, в общем, ладно, покороче расскажу. То есть я ждал-дождался человека какой-то, который туда пытался зайти, а он оказался гостем какого-то кому-то в этом доме. Я зашел за ним, и он дико подозрительно ко мне отнесся, хотя бы с аппаратом вообще, и нормально, прилично выглядит, что сказал, мне надо просто вот сфотографировать. И это настолько их удивило, что, ну, то есть это было настолько странно для них, что они мне не поверили. Они реально подумали, что у меня какие-то злые умыслы. И вышел хозяин до этой квартиры, якобы этого дома, и сказал, что вообще что тут делать, и начал чуть ли не отбирать фотоаппарат. И что-то вот так вот. Ну, я успел, пока мы разговаривали, я успел фотографировать, и, так сказать, удалился, мол, по-английски. Скажите, Алексей, насколько вообще в Риге развита культура сохранения красоты, которая нас окружает? Насколько мы ее ценим? Насколько восстанавливаются эти подъезды? Внешний вид мы видим и способны оценить. Вы ходите внутри, да, по парадам, по подъездам. Или все-таки медленно, но верно, вся эта красота погибает? Уже, ну, все-таки второе столетие пошло, как это все было создано. Ой, да, эта тема такая болезненная, наверное. Хотя, скажем так, мне кажется, сейчас, в последние годы, во-первых, ну, мы видим, что есть определенный, можно сказать, бум все-таки ренолации посадок, в том числе, да, в Риге. За последние 2-3 года очень много домов начали ремонтировать, что очень радует. И это, кстати, мне кажется, в том числе привлекает внимание обычных, ну, обывателей, прохожих, потому что они идут и видят, а на самом деле какой красивый дом. Вот, насчет парадных или подъездов, как по-нашему, попроще говоря, очень разное я вижу, очень разное. То есть есть лестницы, которые вот в советских времен, просто вот как в нашем детстве, да, обшарпанные, ужасные, где закрашено все краской, там, зеленым по стенам, там, 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 коммуналки даже какие-то сохраняют за тысячу. Есть где 90-х, там, может, 2000-х это все, ну, типа, в чистый вид перепривели, покрасили светлой краской поверху, там, положили какому-нибудь капель более свежий поверх, там, старого, выломал старый, и батареи потом меняют. Но это выглядит на самом деле не намного лучше. Ну, я бы сказал, что да. Но вижу, что сейчас, о чем я писал, кстати, в последних моих постах, что замечаю, что начинаю уделять этому внимание и там, где есть что сохранять, а много где есть что сохранять. И иногда можно даже, отковыряв что-то, вот уже более позднее, найти оригинальные элементы отделки и по ним попытаться восстановить общий, да, вид. И я вижу, что люди это делают, и, по крайней мере, пытаются. Да, это дороже, наверное, это сложнее, вот, ну, пытаются что-то восстановить, что, конечно, не может не радовать. И поэтому я думаю, что не так все, как сказать, нет такого, что все угасает и все исчезнет, и уже второе столетие. Поверьте, тогда люди сделали, строили гораздо лучше, чем сейчас. Это меня постоянно, я постоянно удивляюсь, не перестаю удивляться и поражаться мастерству ремесленников того времени. И как качественно и красиво они делали, что это пережило вообще столько времени и столько разных событий, в том числе довольно тяжелых исторических, и на порой это выглядит лучше, чем что-то, что построено было 10, там, 15 лет назад. А скажите, вот вы упомянули коммуналки, я как раз и хотел спросить, много ли осталось еще коммуналок у нас в центре, и есть ли действительно такие вот интересные? Есть, ну много, не могу сказать, насколько много, думаю, что не очень, скажем так, я сталкивался. Начака есть в начале мариев, вот это видно на самом деле часто по домам, как бы дома, которые очень в кручайшем состоянии, как правило там, ну то есть это все еще не поделенные на частные собственности, и хозяева не хотят вкладывать деньги, вот, что внутри там по-разному, я так понимаю, что где-то все-таки коммуналки, которые были уже потом как-то поделены на, ну как бы частные, но они также кому-то принадлежат, их просто задают, вот, но там, как правило, да, люди живут в соответствующем, так сказать, ну контингент соответствующий, и там, конечно, не стоит вопрос о консервации или реставрации там каких-то элементов, там все еще пропадает и исчезает, да. Ну плюс сейчас же появились такие, с позволения назвать современные коммуналки, многокомнатные квартиры, которые сдаются по комнатно студентам, как правило, иностранным, тоже в центре их воды, даже в доме, где я живу, тоже пяти-шестикомнатные квартиры, где селятся иностранные студенты. Алексей Беньковский с нами на связи, кровет-энтузиаст, агент по недвижимости, любитель истории, архитектуры. Алексей, а ваши наблюдения о чем говорят? Все самое ценное, интересное, оно находится только в центре города или что-то встречается и в предместях тоже? Ну та самая пресловутая деревянная архитектура и прочие такие вещи? Вы знаете, ну конечно, центр, скажем просто, концентрация гораздо выше, да. И, например, очень такое типично ошибочное мнение, что Матерн, он же югинский стиль, у нас только на улице Альберта, да, и в ее районе. На самом деле в Риге около 800 зданий, построенных в этом стиле. И фактически везде. Более того, Рига является городом, где самая большая концентрация зданий построена в этом стиле. Это не легендарная, это фактическая информация. Это произошло, потому что бум строительства в Риге был как раз, попал как раз на эпоху модерна, да, и фактически Вест-Конт-Риге был построен за 10 лет, 10-12 лет. Но, конечно, деревянная застройка, агинскаунцы, торникаунцы, как бы достойно внимания. Просто часто тоже в очень плохом состоянии. Московский Форштадт я очень люблю. Я знаю, что для многих рижан это такое вообще место, о котором они не знают, но они туда предпочитают не ходить, не ездить. И у них очень плохие об этом какие-то мысли. Хотя это давно уже не так. Но это очень, в плане истории, очень интересный район. Есть там что-то посмотреть. Ну, пожалуй, Пардаугово. Если говорить про деревянную архитектуру, да, Пардаугово. Потому что то, что в центре деревянное, как правило, и то, что там пытаются сохранять его как-то активно, сильно эти сарая деревянные, это реально сарай в основном. Это строились временно для рабочих заводов, дешевое жилье, типа общежития. И потом вот их сносили и строили на их месте каменные доходные дома. Просто война Первая мировая прекратила этот процесс досрочно. Поэтому они остались. И поэтому сейчас сохранять там всеми силами, пытаться эти часто нежилые, полуразрушенные дома. Ну, это что касается такой старой, прям совсем-совсем исторической застройки. А говоря об архитектурной или тоже исторической ценности, ну, вот ваши отношения и как любители, и как профессионала именно недвижимости, что касаемо здания ЦК бывшего на улице Элизабет. Ваше мнение, стоит ли его сохранить, как-то реновировать, использовать дальше? Или все-таки лучше приговорить к осносу и построить что-то современное? Ну, нету такого какого-то стопроцентного, наверное, мнения по этому поводу. Но, скорее, точно не сносить. Я думаю, что это здание, на самом деле, советский модернизм ценит сейчас. И у нас в Лаурике довольно мало. И это здание, мне кажется, очень неплохо вписано в ландшафт, скажем так, в этот парк. Его как бы, оно как бы есть, но его как бы-то и нет. И проблема только в том, что оно сейчас в плохом состоянии и вокруг территории не облагорожено, не ухожено. Если его привести в порядок, и я думаю, что, безусловно, оно имеет право на существование. И ничего лучше него там не построят. Вот в этом я точно уверен, даже если его снесут. Поэтому я против сноса, конечно. Вопрос другой, что у нас... Нет, нет, простите, я вас перебил. Вопрос другой. У нас как-то сложно в городе и стране с такими зданиями, да, как правило, и не находят применения нормального. И мне кажется, проблема в том, что люди не знают, что там поселить, как бы, что там сделать. И поэтому, как бы, начинается вот это какое-то обсуждение непонятное, о чем. Я просто хотел продолжить эту мысль своими наблюдениями. Я давно не проезжал мимо этого здания и был поражен, и искренне расстроился. В Пурсом все снесли так называемый мавзолей. Если кто помнит, вот такой в форме зеккурата, он вполне себе там были и какие-то офисные здания, и магазины, и что там, аптека и так далее. А с другой стороны... Сейчас какую-то коробку просто поставили, такую вот никакущую. А можно ли себе представить, что через сто лет будут по парадным Пурсомсе и Монты вот современных этих многоэтажек ходить и исследовать, и выкладывать? Ну, тоже, в общем-то, культурные... Ну, подождите, подождите, но культурные... Да, ну, есть разные мнения, их активно восстанавливают, и достаточно вспомнить наше собственное детство. Слушай, ну, вспомните, что творилось в подъезде, там, всякие хулиганы, которые вырезывали там ножами... Жгли кнопки в лифте. Ну, ладно, нет, не жгли кнопки, а все... Вот, например, в подъезде тоже в Пурске, где я жил, там была целая стена славы рок-групп. Ну, то есть, вот, в начале 80-х, кто кому в голову приходило, нет, западных, все эти дисси, асепты там, и вот Синдереллы, и что тогда было, все было написано у меня в подъезде. Ну, целая вот... Написано, ты знаешь, в моем подъезде было написано. Ну, это вам не повезло, коллега. Пора прощаться. Замечательная беседа. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Беньковский, краевед-энтузиаст, любитель истории, архитектуры, агент по недвижимости, был с нами с рассказом о том, что интересное, а много интересного можно обнаружить в подъездах парадных рижских зданий, особенно в центре. И, конечно же, на фасадах достаточно хоть изредка смотреть по сторонам и наверх. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня. И да, и с Новым годом. Всего вам доброго.